Сегодня на Гомельщине можно взять у аренду, когда 770 километров рек и маль тысячу гектаров озер, что годовая плата за каждый километр. Те гектар максимум две базовые величины, и для при этом размова практически бесплатной раздачи природных богатил не идея. Звернуться до аренды водоемов вы решили, когда стало докладно ведомо по выниках минулого года у Гомельской области самый низкий углов промысловый рыбы. В значной ступени это следствие проблем арендатора озера Червоная в Житковском районе. Замес запланованных 160 тонн рыбы летостью он забыл только 10. А прочатого сегодня у регионе иснует шмат инших водоемов, где так само можно ловить рыбу, а не заняться ими необходимо комплексно и на профессиональной основе. Если арендатор берет участок водотока реки в аренду, то он будет обязан поддерживать в надлежащем санитарном состоянии береговодных объектов, выполнять все иные условия договора аренда, осуществлять вылов рыбы согласно установленных квотах, причем ежегодно полностью вылавливать рыбу, которая ему доведена, и осуществлять реализацию населению по доступным ценам. А при реальности плана по сдаче в аренду реки Озер свечить опыт селянской господарки из Гомельского района. Участок раки у 7 километров и одно из озер, так как частный керавник Михаил Кукса, оформивающий в 1996 году. Сегодня господаркой занимается его сын Тимофей, и а кеп, працан на арендных водоемах, ведая сдаётся у сём. Кажет, что без початкового капитала обыстись вельми тяжко. Необходный тыж лодки набыть и простосование для ловли. А прочатого и сам процесс реализации рыбы так само мая свои особливости. Выловил, и сразу свежую, вот она пока с воды, там час-два-три, чтобы она уже была у человека в питании. Не морозить по месяцу, полгода, два месяца. И мы стараемся это делать. Почему? Зачем людей кормить? Им и так хватает этой мороженой рыбы. Надо всё свежее, живое. И тогда и здоровья будет, и болезней меньше будет. Деючие арендаторы водоемов «Перекананы» працевать необходимо строгой ответственности законодавством и умовами аренды, починающие от створения вратовальных постов и организации платной рыбалки до добропорядкования территорий. А прочатого зимой придется вратовывать рыбу от замору, летом выконовать вытворчие планы, а осенью пополнять ресурсы. Это не простая праца, а когда на водоемы придут соправдые понтанные люди, значимых проблем с больше эффективным выкрастанием реки и озер возникнуть не повинно. Пытаются взять месяц-два год, и они уходят. Потому что это на самом деле каторжный труд. Ты должен постоянно и в холод, и в мороз, ты в воде. Это всё надо любить. Олег Сентюров, Валерий Копанько. Далее радует компанию «Гомель».